Если в 2013 году экзамены по русскому языку сдавали только отдельные категории мигрантов, трудящихся в сферах торговли, ЖКХ и обслуживания, то с этого года вспомнить правописание, имена знаменитых полководцев и главные праздники приютившей страны придется абсолютно всем. Есть, которые очень хорошие результаты показывают, сдают очень хорошо и на 90 баллов из 100, и выше 90 баллов. Готовлюсь через интернет только, в интернете всех ездят. И это самое правильное решение. Материалы для подготовки к тестированию, а это более 100 позиций, размещены на российском тестовом консорциуме. На родине многие учились довольно неплохо, но богатый и могучий русский язык ставит в тупик даже отличников и хорошистов. У вас нет этого рода. Русский язык есть этот род, поэтому мы ошибаемся. Атабек привез свою семью из Таджикистана. Он сам живет в России уже 10 лет. А с русским языком как у вас с историей России? Ну, я знаю немножко, да. Немножко? Да. Теперь надо сдавать экзамен? Да. Сложное дело? Да, наверное, сложно. Тахира уже 37. Ему повезло больше. Он приехал давно и учился в нашей школе. Сегодня привел в центр своего племянника и искренне переживает, что новые изменения в законодательстве не на пользу его землякам. Сейчас вот люди приезжают сюда, у них месяц есть, чтобы сдавать документы в миграционную службу. А вот тут они экзамен сдают, а в течение трех недель они дают сертификат. Я так думаю, они не успеют, потому что еще после этого они должны сдавать экзамен на медицину, там всякие анализы. Ну, а там тоже есть срок. Если еще недавно большинство тестируемых приезжало из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, то сегодня на первом месте Украина. Люди хотят остаться в России и ради этого готовы еще раз сесть за учебники.